Проголосуй где бы ты ни был. Живешь в одном месте, а прописан в другом? Не страшно! Просто поменяй свой избирательный адрес до 9 сентября. Сделай это онлайн. Заходи на сайт drv.gov.ua во вкладку «Кабинет выборца». Там перейди в раздел «Заявы-то запыты». Нажми на «Зверны» на счет измене выборочей адресы. Входи с помощью электронной подписи. Заполни соответствующее заявление и поставь свою электронную подпись. Готово! Тебе на почту придет подтверждение из реестра. Теперь ты можешь проголосовать там, где тебе удобно, уже 25 октября. Привет, дорогие друзья! Власть продолжает с нами бороться. Подобие власти, офис президента продолжает с нами бороться. Это очень хорошо, конечно. Как там я сегодня прочитал в комментариях, да, лежачую собаку или там дохлую собаку не бьют. Нет, они сражаются, и это значит, у них пригорает. Хорошо пригорает. Владимир Александрович помогает лед, я слышал. Приложите к тому месту, которое горит. Смотрите, для начала я вам покажу кое-что. Все мы знаем, что фонд «Слуги народа», предвыборный в 2019 году, пополняли безработные, грузчики, продавщицы нижнего белья и официанты. Они отправляли в этот фонд по 3 миллиона 300 тысяч гривен. Это документально подтвержденная информация. Эти фамилии есть в списках людей, которые отправляли эти деньги. И этих людей уже допросили журналисты. И это обнародована данная информация. Это не секрет. Тем не менее, никаких уголовных дел по этому делу заведено не было. Мы решили, после того, как был написан донос на нас в государственную фискальную службу, и государственная фискальная служба моментально завела дело о якобы неправильном финансировании нашего фонда, мы подали аналогичное абсолютно заявление в ГФС на «Слугу народа», где приложили диск с записью, на этой записи, там четко все обосновано, там четко факты, факты того, как пополнялся предвыборный счет «Слуг народа» по 3 миллиона 300 тысяч гривен. И вот мы получили ответ от государственной фискальной службы. Государственная фискальная служба сообщает, вот они здесь рассказывают, видите, я не вру, что диск с видеозаписью выступления Анатолия Ширия под названием «Слуга народа отмывает деньги СВР и ГРУ». В ходе рассмотрения указанное заявление установлено, что в материалах имеются предположения, то есть это предположение, и поэтому мы возбуждать никакое дело не будем, потому что это чисто предположение. Я вам напомню, что дело по нам они возбудили за один день. В деле нет ни одного фактического показания, вообще ничего. Здесь факты мы предоставили, но ввиду того, что это «Слуга народа», они отказались возбудить уголовное дело, хотя там очевидно, что у грузчика, официанта и продавщицы нижнего белья не может быть 3 миллиона 300 тысяч гривен, которые они отправляют в предвыборный фонд. То есть это преступление, да? Тем не менее, они не заводят, потому что вот эти неприкасаемые. Что они решили сделать теперь? Смотрите, у них есть Денис Бигус такой. Денис Бигус – это чисто заказной журналист, за 5 копеек бегает. Вы помните записи я обнародовал, на которых обсуждается Денис Бигус, что надо его отправить, куда-то ему его послать, чтобы он снимал недвижимость Шария за границей и так далее. То есть после этого они еще его настраполили на кое-что, в свое время я это расскажу, да? А теперь они решили, чтобы он подал заявление. И распиарили сейчас это по своим средствам массовой информации, разбросали, что теперь будет расследование относительно бизнеса Шария. Что имеется в виду? Опять туда же, в государственную фискальную службу, подано заявление. Вот Бигус об этом сообщает с гордостью. За заяву юристы в Бигус.Инфо ДФС распошла расследование, что до бизнеса Шария. Ну теперь-то уж станет понятно, бизнес Шария и так далее, что имеется в виду. Шарий зарегистрировал ФОП на территории Украины. То, что он имел право сделать, так как он гражданин Украины, это разрешено. Несмотря на то, где проживает Шарий, он не лишен прав, как и каждый гражданин Украины, по доверенности, открыть ФОП. Мы открыли такой ФОП. В законе сказано, что мы не обязаны указывать адрес регистрации. Что делают эти клоуны? Они подают заявление, в котором указывают, что ввиду того, что Шарий в 2012 году выехал из Украины, значит это поддельные документы. Какие поддельные документы? То есть я не поверил, когда я услышал эту херню, что возбудили по статье 205. 205 подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц предпринимателей. Государственная фискальная служба на самом деле завела расследование, открыли дело очередное в отношении Шария, потому что Шарий не мог быть в Украине, он же уехал в 2012 году, а вот по этому адресу он не проживает. Конечно не проживаю. Я же уехал в 2012 году. Но то, что я живу за территорией Украины, не значит, что я не могу. Я объясняю сейчас элементарные вещи. Мне начали в комментариях люди писать, что так открываются же онлайн. Я знаю, они полностью по беспределу открывают абсолютно надуманное дело из ничего. Для того, чтобы... Давайте я проведу небольшой ликбез для этих дегенератов. Для того, чтобы возбудить это дело, хоть как-то натянуть, надо, чтобы был нанесен ущерб. Никакой финансовой деятельности на территории Украины я не успел провести. ФОП открывается с единственной целью платить в Украине налоги. Поняв вот эту всю историю, я сделал свой вывод. И пока-пока, ФОП. Конечно же. Второй вариант, по которому у них что-то могло бы получиться, это если бы происходили какие-то аферистические махинации, с адресом, там еще с чем-то. Но их не происходило никогда в жизни. Я имел право, конечно же, открыть ФОП. Я мог это сделать онлайн. Я это сделал по доверенности, которая не поддельная, а заверена нотариусом в одной из стран Евросоюза. Вы что, с ума сошли нахрен? Вы же совсем, блин, с ума сошли? Вы же занимаетесь тупо беспределом. Вова, что ты делаешь? Ты что, ты больной или что? Если ты больной, так иди лечись. Ты же ведешь себя сейчас, как последняя скотина. Ты перешел полностью все рамки дозволенного и недозволенного. Ты мочишь человека, который представляет для тебя угрозу в политическом плане, всеми методами, привлекая вот этих шестерок и заводя уголовное производство абсолютно из ничего. Это уголовное производство из ничего. Что ты творишь? Смотрите, он сегодня на выезде начал строить из себя Пинкертона. Сколько людей вы притягли до ответственности через закладки? Сколько людей притягли до ответственности? А твое какое дело? Это же не в твои функции входит. Вы понимаете, в чем фишка? Когда нападали на наших людей, постоянно Менделе-то бегала, кричала. Да это же вообще, это же не парафия президента. Здесь местные выборы, камеры. И поэтому оно уже вызывает прокурора. Скоро опять начнется разбийник. Вот эта вот вся история унижения чиновников для пиара. Смотри, сильная рука. И спрашивают, сколько привлечено к ответственности. Тебя жарить это не должно. Это же не в твоей компетенции. Алло, забыл, да? Или не в твоей компетенции, когда людей избивают. Ее призвища? Призвища е. Люди, кто за тема стоит? Ее, вон, на тебе покачать. Ее призвища? Ее призвища. Ну и что, вон, а что, вон, что с нами сробили? Президент Пинкертон. Посмотрите, Мэгрэй к нам приехал. Люди, которые стоят за закладками в городах. Ну, имеется ввиду с незаконными всякими веществами. Закладки в городах. Есть какие-то там фамилии их там. И что будет? Это же не в твоей компетенции. Мы четко помним. Ты это говорил, что это не в твоей компетенции, когда людей избивали. Мы поднимаем этот вопрос, условно говоря, через месяц. И через месяц видим результаты по закладкам, по УПГ, по всем. Давай ты поднимаешь все результаты. Зазумно. Опа, я даю месяц. А вы знаете, что потом эти люди, которых арестуют, будут делать? Они скажут, смотрите, политически мотивированное дело. Он абсолютно вмешался в следствие. И они, исполняя его незаконные указания, начали нас задерживать. И да, ему плевать, он пиарится. Мы вас запрошиваем до Киева, вместе с губернатором, с УСИМА. И вот сейчас я стану речей, и покажет сегодня деньги. А то что будет? Смотрите-ка, через месяц вы меня отчитаетесь там. А с Харькова не надо никому в Киев приехать отчитаться? За Никиту Роженко, за которого никто не арестован. И даже ни одного допроса, как я слышал, не было. Не, не надо? Да и не надо. Не надо, так и не надо. Ну что, Владимир Александрович, завтра какое дело заведете? Подделка документов. Подделка документов, говорит. Что завтра будет? Давай, что завтра будет? Я назвал тебя козлом, значит надо завести, говорит, о покушении может быть? Это чтобы вы потом не рассказывали, что может он не знает. Все он знает отлично. И вот этот беспредел происходит с его личного указания. Я так понимаю, что глава ДФС держится хорошо за куки-наки этим офисом президента. Потому что, ну иначе он на такой беспредел не решился бы. Это полный беспредел. Значит мы начинаем интересоваться, чем же они могут его там держать? Этого вонючего главу, этого вонючего ДФС. Ну и со своей стороны благодарю за такого уровня беспредел. Он очень показателен. Я думаю мы донесем, да не, я уверен. Мы донесем его до наших европейских партнеров и отдельных структур. Спасибо. Все, что не делают демоны во благо христианину, как говорится. Потому что все это полетит обратно на вас. Пока. Продолжение следует.